МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа новости рынка в Сайфсе и Маркетс. В студии финансовый аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Кудряшов. Дмитрий, давайте начнем нашу передачу со свежего опроса, результаты которого были опубликованы, и провел его Всероссийский центр исследования и изучения общественного мнения. Пожалуйста, расскажите об этом опросе. Это достаточно интересный опрос произошел, и оказалось, что жители нашей страны больше всего ценят здоровье, отношения в семье и безопасность. Далее идут такие факторы жизни, как хорошая социальная инфраструктура в месте проживания, среда обитания, материальное положение, общение с друзьями и близкими, и достижение поставленных целей. Достаточно такие важные факторы, на мой взгляд. Но вот, как ни странно, наименее важными сторонами своей жизни россияне считают участие в общественной и политической жизни, то есть 8 пунктов всего из 100. Но вот предыдущие были там порядка 90, и там здоровье 99 пунктов. А вот среди менее важных политическая жизнь – 8 пунктов. Карьерный рост – 15 пунктов. Положение в обществе – 39 пунктов. И творческая самореализация и наличие досуга – там, менее 50 пунктов. Интересно, с чем это связано? Ну, в общем, скорее всего, это связано, как эксперты в ЦИОМ тоже упомянули, что россияне не видят, в общем, возможности для себя реально участвовать в построении карьеры, в общественной какой-то политической жизни и достичь какого-то вот такого положения в обществе. Поэтому считают, что если это сложно да достижимо, то это как бы и не особо важно. Ну, а, соответственно, там творческая самореализация и досуг. Ну, видимо, если будет хорошее материальное положение, то это все автоматически тоже приложится. Ну, здесь можно отметить, что у жителей нашей страны увеличилось внимание к экономической и политической ситуации. То есть если в 2014 году они поставили важность таким аспектом 76 пунктов, то сейчас подросло до 83 пунктов. А вот, например, значение климата уменьшилось. Три года назад было 61% важность климата, а сейчас снизилось до 36%. Ну, видимо, глобальное потепление идет вот конкретно нашей стране в пользу, в позитив. Ну и можно также сказать, что это предыдущий тоже опрос в ЦИОМ, который был в апреле, достаточно интересный показал результаты. В частности, доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года. При этом молодые респонденты практически все довольны своей жизнью, их 95%. И примерно так же, там, 94% довольны своей жизнью, люди с высокими доходами. Но, тем не менее, и старше 60 лет опрошенные, значит, россияне, 82% из них заявили, что они счастливы. И даже люди с недостаточным доходом, 63% из них тоже ощущают себя счастливыми, как ни странно. Да, это, на самом деле, парадоксальная какая-то ситуация. Не в деньгах счастья. Не в деньгах счастья, да. Ну что ж, здоровье, отношения в семье и безопасность, конечно, действительно важные условия для нормальной жизни. Но и, кстати, а наша экономика тоже оживает. И заявил об этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Вот расскажите, пожалуйста, вот, где теперь там жизнь, и давайте почувствуем счастливыми и там. Да, да. По мнению Минэкономразвития, рост ВВП в апреле достиг 1,4%. И ряд отраслей продемонстрировали и более существенный рост. В частности, объем грузоперевозок увеличился на 4%. Продажи новых автомобилей возросли на 15% по сравнению с прошлым годом. И Минэкономразвитие отмечает увеличение спроса на кредиты. И, в общем, считает, что сейчас экономика демонстрирует такое же развитие, как в 2010-2011 годах, когда происходило остановление после предыдущего экономического кризиса. Ну и касаясь прогнозов на 2017 год, Минэкономразвитие ожидает рост экономики нашей страны на 2%, рост инвестиционной активности на 3% и реальные зарплаты могут возрасти на 2%. При этом инфляция, по мнению Минэкономразвития, снизится до 3,6-3,8%. То есть такой вот макроэкономический оптимизм. И, в общем, казалось бы, все хорошо, но можно отметить все-таки продолжающиеся тенденции замедления, скажем так, ну не роста, а восстановления доходов населения. В частности, ну от зарплаты 2%. Это, конечно, хорошо, что они вырастут, реальные зарплаты, но если вспомнить вот апрель 2017 года текущего, то реальные располагаемые денежные доходы, то есть это не зарплата, а доходы населения, они в апреле снизились на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года. То есть почти 8%, а рост на 2% как бы на этом фоне не очень внушительный. И здесь можно тоже отметить, опять-таки, касаясь доходов, потому что, ну, начисленная заработная плата номинальная, то есть, ну, грязная, грубо говоря, она в апреле достигла довольно-таки такого нормального уровня, ну, относительно, опять-таки, в среднем по России составила 39 253 рубля. Значит, тут грязная зарплата. А вот денежные доходы на душу населения, опять-таки, в апреле, они были ниже, но это и понятно, потому что есть пенсионеры, есть там студенты и так далее. То есть доходы, они составили примерно 30 тысяч с половиной рублей. 30 с половиной тысяч рублей. Ну, вот если пересчитать, допустим, по курсу 56 рублей, получается доход в долларах 544 доллара. Почему доллары? Потому что это, если вот как бы исключить инфляционную составляющую, потому что в Америке инфляция гораздо ниже, чем у нас, хотя она тоже есть, но ниже. Ну, допустим, вот в апреле, значит, 17-го года 544 доллара средний доход на душу населения России. А вот второй квартал 2014 года, точнее, второй полугодие, до санкций, до кризиса, доходы составляли 27 347 рублей. А курс составил 35. То есть по курсу это 781 доллар. То есть тут уже, если вот валюту пересчитать, почти в полтора раза меньше. И опять-таки это косвенно, косвенно тоже можно отметить, что вот долгосрочный экономический прогноз Минэкономразвития базовый, который был представлен тоже примерно в апреле, ну, достаточно давно уже, хотя и в этом году. Вот развитие российской экономики до 2035 года. пик роста ВВП 3,6 годовых придется аж на 2028 год. А рост реальных зарплат за 18 лет, то есть до 2035 году, в полтора раза при росте ВВП на 176%. То есть получается, что если этот прогноз базовый, вот без реформ, скажем так, то вот 18 лет потребуется ждать, чтобы получать там это самое... Ну это пессимистично как-то. Реформы нужны, реформы, да. Когда звучали цифры, текущие цифры Минэкономразвития, конечно, ощущение счастья, оно только нарастало. А сейчас, когда вы, Дмитрий, спустили меня с неба на землю... Ну, поэтому вот важность экономической стратегии, которая зарабатывается, и важность того, что надо что-то делать. Ну, понятно, что, ну, наверное, надо лучше всего как-то вот построить побольше заводов, побольше таких каких-то рабочих мест вот для населения, чтобы они могли что-то производить и создавать добавленную стоимость. И либо это как бы в рамках импортозамещения, либо в рамках экспорта. Потому что просто обучение, просто там какие-то непонятные вещи в плане интернета, еще чего-то, они, конечно, вряд ли смогут создать достаточно добавленную стоимость для того, чтобы доходы росли более активно. Но здесь я опять-таки хочу отметить, что население нашей страны все равно остается весьма оптимистичным, боевым, можно сказать, настроение бодрое, что меня лично очень радует. И вот, например, АИЖК сообщает, что уже около 260 тысяч россиян взяли ипотеку с начала года, то есть за первые четыре месяца, это по апрель. И этому способствует тот факт, что в апреле 2017 года средняя ставка по ипотеке составила 11,45%. Это уже практически минимум с ноября 2011 года, когда она составляла 11,4%. И вот снижение ключевой ставки дальнейшее, возможно, сделает ипотеку более доступной и, в общем, как-то оживит и экономику, и возможность получения жилья, и строительный сектор, и другие промышленные сектора. Ну что ж, посмотрим, сказанные вами показатели, которые опубликовала Минэкономразвитие, способствуют ли, вернее, помогут ли Центробанку продолжать снижение ключевой ставки. Вот еще такой вопрос. Помните, мы говорили о страховании вкладов для малого бизнеса. И вот сейчас, вот, насколько я помню, вернее, насколько я знаю, в Госдуме этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Ну и расскажите тогда, что там происходит, как, на какой стадии все это находится. Ну, внесен проект закона о расширении страхования на вклады малого бизнеса во всех банках. Предполагается страховать средства микропредприятий, малых предприятий, в пределах, значит, миллиона четыреста тысяч рублей, ну, то есть, как для физических лиц, так же и для них. И это будет распространяться как на вклады в рублях, так и в иностранной валюте. Соответственно, если данный документ будет успешно принят в трех чтениях, то закон вполне, вполне может вступить в силу с 1 января 2018 года. Ну что ж, я думаю, что с большей долей вероятности этот закон все-таки пройдет три чтения, и малый бизнес все-таки вздохнет свободно, хотя бы по этому вопросу. Ну, а мы давайте рассмотрим тогда мировые фондовые индексы. Ну вот, знакомая уже таблица. Изменения за неделю, за месяц, за три месяца, с начала месяца, с начала квартала и с начала года. Ну, здесь хотелось бы отметить опять-таки наш индекс, вот, московской биржи, с начала года минус 15 процентов, все в плюсе. То есть, но сейчас это уже, возможно, как-то становится уже фактором его роста. То есть, да, он сильно отстал от мировой динамики, и не исключено, что все-таки российские акции смогут подорожать, в общем-то. Ну, посмотрим, да. Ну, Дмитрий, я предлагаю тогда в порядке очередности, потому что мы S&P 500 рассматривали, Dow Jones рассматривали, NASDAQ рассматривали. И, да, давайте тогда немецкую, немецкий индекс DAX рассмотрим сегодня. Ну, вот DAX, это его график дневной. В пятницу прошлую он обновил свой исторический максимум. То есть, вот, последнее, да, вот это вот освещаю. И, в общем, это явный позитив. Опять-таки, если сравнивать вот коэффициент ПКЕ, достаточно важный, это капитализация индекса, годовой прибыли всех акций, которые у него входят. Он у DAX составляет 15, у нашего, как бы, индекса МВБ 6. То есть, наш сильно недооценен. Но все-таки мы к нему потом еще его обсудим. А сейчас вот рассмотрим DAX и что там происходило сегодня. Ну что, расскажите тогда о лидерах роста, как локомотивах самого индекса. Ну, во-первых, следует отметить приличный рост более чем на 5% двух энергетических компаний немецких. Это РВЕ и ИОН. Соответственно, произошло это по причине того, что Верховный суд в Германии отменил дополнительный налог на энергетические компании, использующие ядерную энергию. То есть, там был определенный сбор на вот утилизацию там ядерных станций. И действовал он с 2011 по 2016 год. И вот эти две компании заплатили порядка 6 миллиардов евро РВЕ. И эти деньги могут быть им возвращены. То есть, соответственно, это вызвало эйфорию. Вот видно график РВЕ. То есть, в отличие от российских компаний, с начала года мощный рост, мощный почти в два раза, подорожали, значит, акции этой компании. Ну, немножко про нее можно рассказать. Это, значит, занимается она производством электрической энергии и снабжением потребителей, значит, электричеством и природным газом. Ведет свою деятельность она в Германии, Великобритании, Нидерландах и Турции. Общая мощность электростанции у компании РВЕ составляет 40 гигаватт. И всего их примерно 80 электростанций. Ну, видно такой достаточно мощный рост. Ну, и примерно аналогичную динамику, может быть, даже более такую потенциально интересную, продемонстрировала компания ИЭН, тоже немецкая. Это дневной график, но видно, что был в диапазоне. И сейчас вот как раз сегодня преодолел некий такой вот нейтральный диапазон. ИЭН-компания также занимается производством электроэнергии, но кроме этого еще в ее видении есть электрические сети и занимается возобновляемыми источниками энергии. Соответственно, у нее география более широкая. То есть она работает в Германии, Швеции, а также в Турции, Чехии, Венгрии, Румынии, Словакии. То есть еще и в Восточной Европе достаточно широко представлена компания. Ну и, в общем, тоже достаточно неплохую динамику она продемонстрировала. Ну, то есть потенциал для роста есть, да? Ну, с технической точки зрения, да, видимо, инвесторы считают, что застоялись акции и могут быть дороже. Посмотрим. Кроме этого, сегодня также в лидерах роста DAX образовался Deutsche Bank. Ну, он находится в нейтральном диапазоне. Сегодня вырос, но, в общем, пока что-либо определенно говорить рано по поводу его акции. И, в общем-то, рост произошел на новостях вовсе не о Deutsche Bank, а о испанских банках. В частности, крупнейший испанский банк Santander решил, значит, приобрести банк, который имеет финансовые проблемы. Такой банкопопулар. И, соответственно, весь банковский сектор Европы подорожал. И французские банки, и итальянские, и, собственно, испанские. Ну, вот и Deutsche Bank тоже немножко подорожал, сумел выбиться в лидеры. И также неплохой рост там, и в том числе и новые максимумы продемонстрировала компания Линды. Также занимается она энергетикой, но не электрической, а скорее газовой. Производит она компрессоры и оборудование для сжижения газа. То есть регрессификации СПГ, вот, все, видимо, Катар как-то повлиял на нее, то, что с СПГ могут быть проблемы. Ну, вот и акции выросли неплохо. Вот, и завершая, в общем, обзор компании DAX, можно тоже посмотреть вот на график Adidas. Тоже мощнейший рост, наблюдаемый весь прошлый год. И даже вот начался он в 2015 году. Акции начали дорожать. Ну, а Adidas, в общем, все так более-менее нормально. Продажи идут. Вот, вот, катализатором ростом сегодняшнего могло стать сообщение о том, что увеличились продажи, значит, вот этой спортивной продукции в Индии. И настолько там хорошо идут дела, индийцы покупают вот эту спортивную одежду, что Adidas даже решил помимо своих вот магазинов под собственной маркой и открыть еще ряд, целую там торговую сеть магазинов Reebok. Ну, напомню, что Reebok и Adidas принадлежат, то есть разные бренды, но одна компания. Ну, и вообще Adidas, крупная фирма, имеет там больше 120 тысяч магазинов там по всему миру, а собственная торговая сеть у них 2800 магазинов. Ну, спасибо. Дмитрий, интересный получился обзор по индексу DAX. Расскажите тогда про европейскую валюту. Ну, евро неплохо выросло. Напомню, что вот это как раз выборы в этой во Франции вот ГЭП. После этого, да, после этого еще сумело неплохо подрасти. В основном это на ожиданиях того, что ЕЦБ закончит эмиссию и начнет немножко ужесточать денежную политику, прекратит печатать евро для поддержки европейской экономики. Но вот как раз сегодня евро снизилось, так как появились слухи, что на очередном заседании ЕЦБ, который, кстати, состоится уже завтра, европейский регулятор может снизить свой прогноз по инфляции. Это может стать как бы основанием для участников рынка, что эмиссия евро продолжится. То есть количество смягчения европейского центрального банка продолжится. И, соответственно, вот сегодня евро немножко подснизилось. Но особого падения не произошло, так как здесь кулс, понятно, евро к доллару, а у доллара есть свои, в общем-то, риски. Опять-таки завтра, в четверг, состоится очередное заседание американского конгресса, и где будут рассматриваться предвыборные все факторы связи штаба Трампа, там все нарушения, связанные с выборами. В частности, будет допрошен бывший глава ФБР Джеймс Ками. И, в общем, считается, что если он там что-то против Трампа заявит, то это может повредить доллару и увеличить политические риски в США, там вплоть до импичмента. И поэтому, в общем, евро остается еще достаточно высоко. Хотя вот с макроэкономической точки зрения, если ЦБ продолжит эмиссию и количество смягчений, то евро может скорректироваться унизу. Понятно. Ну, давайте тогда от европейских рынков перейдем к российской фондовой бирже. Индекс МВБ, знакомые линии, которые, в общем-то, пока действуют. То есть, нисходящий коридор отразился и пока вот не падает. Сегодня даже сумел вырасти. Немножко МВБ, соответственно, показал себя достаточно неплохо. Ну, видимо, вот все-таки недооценка, о которой я говорил, когда я смотрел мировой рынок, индексы имеют место. Дмитрий, ну вот вчера мы обсуждали как раз изоляцию Катара рядом арабских стран. И вот Роснефть, я смотрю, в плюсе сегодня и довольно-таки неплохом. И расскажите про их акции. Как там влияет катарский кризис на акции Роснефть? Ну, Роснефть, в общем, никакого интереса не представляла достаточно длительное время, потому что акции падали. Но сейчас примерно вот похожая ситуация, как в марте. То есть нисходящий тренд пробит вверх. И, в общем, можно рассчитывать на продолжение какой-то растущей тенденции. И, возможно, действительно это связано с событиями в Катаре. В частности, газета Wall Street Journal напечатала такую статью, в которой упоминается, что сделка по продаже почти 20% Роснефти консорциуму, значит, катарского фонда и нефтетрейдера Гленкор может быть, значит, отменена частично и выкуплен катарский пакет назад, то есть России. Ну, понятно. Ну, ладно, спасибо, Дмитрий. Ну что, на этом наша передача заканчивается. Вы смотрели новости рынка в CFC Market. В студии был финансовый аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Кудряшов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова